Всем привет! В этом видео поговорим о том, что даст России строительство Боимского горнообогатительного комбината на Чукотке. Боимский горнообогатительный комбинат является главным этапом реализации одного из дорогостоящих инвестиционных проектов России, именуемого «Освоение месторождений Боимской рудной зоны». Помимо строительства самого комбината, данный инвестиционный проект предусматривает сооружение смежных объектов инфраструктуры. В частности, в рамках этого проекта планируется строительство энергомоста, который призван объединить изолированные в данный момент энергосистемы Магаданской области и Чукотки. В планах также строительство автомобильной трассы протяженностью 523 км от месторождения Песчанка до порта Певек. Стоимость этого проекта превышает 40 млрд. рублей. Трасса крайне важна не только для нужного комбината, но и для простых жителей Чукотки. Суммарный объем инвестиций в «Освоение Боимской рудной зоны» оценивается в огромную сумму – 8 млрд. долларов. При этом строительство самого Боимского блока оценивается в 5 млрд. долларов. Инвесторами выступит российский концерт «Евраз» и казахская компания «Казминералс». Владеющая частью прав на освоение месторождения. Ресурсный потенциал Боимской площади на Чукотке, где будет построен Боимский горнообогатительный комбинат, оценивается в 32 млн. тонн меди и около 2000 тонн золота. Вообще, Боимская рудная зона является богатейшей в мире по объемам запасов меди, а также имеет крупные запасы золота и молибдена. На территории данной уникальной рудной зоны расположено 13 месторождений. Эти месторождения были открыты еще советскими геологами в 1972 году, но до недавнего времени не осваивались в связи с суровыми климатическими условиями и отсутствием необходимой инфраструктуры, в частности объектов электроэнергетики, вблизи данной территории. Промышленное освоение данного района требовало колоссальных средств, которых до поры до времени не было. Теперь же они нашлись. Ввод в строй Боимского ГОК позволит России увеличить производство меди сразу на 20%, а ценного молибдена и вовсе на 80%. Строительство Боимского ГОКа будет осуществляться в тяжелейших климатических условиях. Это вынуждает использовать передовые технологические решения, включая использование 80 беспилотных самосвалов весов по 300 тонн каждый. Значительную часть рутинных строительных работ на объекте планируют автоматизировать. Завершить строительство Боимского ГОКа должны в 2024 году, а его выход на проектную мощность ожидается в 2026 году. На новом предприятии будут созданы 3500 рабочих мест. Новый комбинат станет важнейшим элементом нового промышленного кластера на Дальнем Востоке. Запуск в промышленную эксплуатацию Боимского ГОК позволит увеличить ВВП нашего богатейшего по природным запасам региона в два раза до 100 млрд рублей в год и существенно увеличить размер налоговых поступлений в бюджет данного субъекта. А это, в свою очередь, позволит ускорить решение приоритетных социально-экономических задач в регионе, а также реализацию важнейших национальных проектов России, таких как освоение арктической зоны и увеличение грузооборота Северного морского пути. Продолжение следует...